ребятушки всем привет и тема сегодняшнего видео почему корейские дорамы так популярны в нашей стране начнем с того что корейские дорамы предпочитают смотреть люди романтичные очень многие люди находятся в социальной изоляции да это люди одинокие не просто которые там не встретили свою вторую половинку а возможно даже люди в браке да многие у меня замужние подруги они очень любят эти самые корейские дорамы и чаще всего да это одинокие люди романтичные натуры но и другие категории людей также предпочитают эти красивые теле новеллы почему же самое первое это красивые актеры они такие миловидные что женщины что мужчины и они всегда хорошо выглядят у них хорошая кожа чисто и то есть очень такие вот какие-то ангельские образы ведь даже отрицательные герои похожи на ангелов пусть нападших но тем не менее на неземное существо и самое первое от чего они так цепляют внимание зрителя это вкрапление в сюжет каких-то нереальных происходящих событий допустим какое-то волшебство перенесение во времени или что-то какие-то вот существа из параллельных вселенных что-то постоянно происходит кто-то спасает мир или какой-то ангел влюбился в девушку и так я спасает или как-то ухаживать за ней настолько вот это все интересно и необычно что всегда пользовалась успехом и многие режиссеры используют использовали эту фишку вот всегда следующее это отношение так показывают красивые отношения идеальные какими они по сути должны быть ухаживание это ухаживание любовь это любовь страсть это страсть ненависть это ненависть со всей экспрессией со всей силы и с накалом и конечно современный человека он начинает потихонечку забывает что такое отношение для чего они нужны какими они должны быть поскольку и мужчины и женщины современные особенно молодежь а для них стираются многие границы я не скажу что все так но постепенно вот это вот ценности отношения уникальности другого человека для тебя она нивелируется и это не какие-то там заумные слова на самом деле социологи социальная антропология приводит массу примеров и хотя исследований проводилось не так много по данной теме и чаще всего это зарубежные американские какие-то исследования в нашей стране они такие подобных исследований по крайней мере я не знаю чтобы проводились и на самом деле вот людям не хватает даже мужчинам не хватает многие говорят что вот хочется познакомиться с такой романтичные нежные возвышенные девушку и вот как в этих самых сериалах дорам дорам и да вот именно становится просто эти девушки идеалом а для девушек парни которых показывают и что занимательно вот молодежь и больше интересуется не дорамами вот такие вот школьники а я смотрит аниме там несколько иная культура это японские мультфильмы да для тех кто возможно еще не знает но вот именно дорамы смотрят люди уже постарше наверное те кто еще не забыл как это бывает что какое какое удовольствие какую радость способны подарить вот такие моменты до приятные значит красота отношений это второе почему людям очень нравится это вот на самом деле это чего многим людям не хватает следующее это стремительно развить развивающийся сюжет и предсказуемая концовка как правило в дорамах каждая концовка концовка а любого сериала конечно есть небольшие исключения но чаще всего концовка она предсказуема если начало такое вот оно где-то интригует где-то шокирует даже пугает иногда то концовка как правило она предсказуемая и уже человек а как бы ментально он готовится к тому что все будет хорошо несмотря на какие-то драматические сюжеты драматургию отношений еще одна интересная черта характерная для корейских дорам это кульминация то есть в конце каждой серии происходит нечто что заставляет просто стрелять это может дать следующий серии все ли в порядке с любимым героем все ли там и закончилось хорошо успели ли его спасти успел ли он сказать какие-то важные слова то есть кульминация нарастание от этого накала страстей она происходит под конец серии чтобы наверное зритель ждал с нетерпением волновался как и что же там произойдет поскольку конечно эти эмоциональные качели которые вызывают дорамы они также провоцируют мозг вырабатывать огромное количество нейромедиаторов различных от кортизола до незначительной степени до серотонинов эндорфинов дофамина вот когда человек отождествляет себя с каким-то главным героем да и когда происходит нечто ужасное в сериале то человек испытывает такой стресс небольшой а когда происходит что-то хорошее то конечно приятно как будто это с тобой все произошло и приключилось потому что еще нейрофизиологи тот же бехтерев владимир михайлович он подтверждал что человеческий мозг он не может отличить вымысла от реальности когда начинает производить продуцировать нейромедиаторы и когда мы читаем какую-то книгу и переживаем кто-то даже плачет над сюжетом или рассматриваем фильм то есть наш мозг он не не дифференцирует на самом деле человек переживает эти эмоции или это вызвано проекцией не да когда человек отождествляет себя с главным героем и так далее вот такой вот секрет популярности дарам ничего плохого нет в этом это не то что вы знаете как некоторые сериалы которые побуждают молодежь каким-то разрушительным действием до аутоагрессии и так далее когда совершают подростки необдуманные поступки это конечно все чревато но дарамы это исключительно добрые такие произведения искусства которые вдохновляют и когда есть молоденькие юные девушки они даже подражают героиням некоторым и так становится лучше до развиваются следят за собой учатся как-то лучше следить за собой и так далее следят за своими манерами так что в дарамах я не вижу никакой опасности никакого двойного дна это чисто художественное приятное такое вот явление которое я считаю достойно внимания зрителя на этом все вашей жизни ваших руках пока